ОКОМ, ТОМ 2, ТЕМА ПОТЕРЯЕВКА, ВОПРОСОВ 895 Кто может поселиться в Потеряевке? Кто дает им разрешение? Даете ли вы им какие-то наказы, предупреждения заранее? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Поселиться может тот, кто в письменном виде подтверждает, что он не сейчас, не впредь, не будет лгать, пить спиртное, курить, материться, воровать. И далее он на свои средства смог бы построиться и жить. Разрешение дается на общем деревенском собрании. Но все это не имеет юридической силы, так как согласно Конституции любой может приехать и поселиться, не спрашивая нас. Но думаю, что этого не будет. Бог сохранит свой малый остаток. Когда поселяется знакомый нам человек, и мы уже знаем образ его жизни, тогда заранее даем ему памятку, как вести себя, чего опасаться. Вот одна из них. Памятка Никитину Михаилу Витальевичу от Лапкина Игнатия Тихоновича. Михаил, если ты серьезно намерен жить в деревне, в Потеряевке, то приготовь себя к этому. Там все на виду. Деревня не город. Что более всего будет мучить тебя там? Первое. Расхлябанность, беспечность. Двери, машина, техника, дом, баня, неогороженная усадьба и огород. Везде все не запертое, открытое всем ветрам. И это плохо. Живи собрано, подтянута, напряженно. Ты опасный человек по всем параметрам безалаберности. А вось не бойся. Второе. Исключительная несобранность, неревность по делу Божию, по спасению своей души, все время сваливает тебя к неверующим. За помощью, что-то у них купить, перепродать им, занять, дать разговаривать с ними о пустом. Базар в уме, в душе, в лице, в мимике. В беспорядке, в ограде, в доме, в огороде, в технике, везде бедлам. Ни в деревне, ни с фермерами, ни с окрестными безбожниками, табакурами, пьяницами, матершинниками. Не вступай в контакт. Ничего подобного не делай без совета со священником. Привлечешь воров, поджигателей, злодеев, себя спалишь, бросишь все, уедешь, уйдешь в мир, в московскую патриархию. А горькие плоды своего, в кавычках, сотрудничества с безбожниками, еще долго будут соднить и кровоточить. Сиди тихо, трудись в поту, воспитывай детей. Ремонт машины, доставание нужного и ненужного все время будет мучить тебя и толкать в объятия дьявола. Берегись этого. Если не послушаешься сразу, потом не выберешься, к тебе поедут нечистивцы со всех сторон, и во всех их ты будешь нуждаться. Начнешь страшно хамить, злиться, причинишь много зла себе, станешь врагом истины и другом гибели. Третье. По воскресеньям будь на занятиях по слову Божию. Четвертое. Рыбалкой не увлекайся, чтобы не подавиться костями карасей. Не шатайся по соседям по дворам, не будь господином дай и шатохой. Название бродячих собак одичавших. Шестое. Соблюдай уставы деревни и церковные. Сейчас это тебе исполнить легче. Все пишешь с новой страницы. Запутаешься, потом не вылезешь. Сиди тихо. Седьмое. Рано не позже пяти часов утра вставай. Лишнего не болтай. Думай не о пользе. Не хвались в нужде. Спеши на помощь. Думай о последствиях всего, что говоришь. Делаешь, выгадываешь. Эконом на бензине, на всем. Долги отдавай сразу. Работай быстро, не жди кого-то лучшего времени. Зря не мотайся в город, куда-то цени время. Будь ревностным христианином, а не просто только числиться в списке общины. И будешь здрав и добрым поселенцем. 4 мая 1999 года.